Если мальчику нужно сепарироваться от мамы, от родителя противоположного пола, и это проще, то девочке нужно отделить себя еще и от родителя своего пола, в этом заключается большое отличие и сложность в отличие от сепарации у мужчин. Ей нужно стать взрослой, отделив себя от матери и войдя во взрослый мир. Ну и как же это можно сделать? Как правило, девочка делает попытки еще в подростковом возрасте, вступая в борьбу с матерью за ум, красоту, привлекательность и так далее. Если мама не даст понять дочери, что она, дочь, умнее, красивее, талантливее, успешнее, а наоборот включается в конкуренцию с дочерью, то шансы сепарироваться у девочки минимальны. Такая мать сурово карает за попытки бороться с ней и показывает дочери, что она ничто в сравнении с ней, пустое место, что она ничего не знает, ничего не умеет, и самое страшное, когда мать еще и внешность дочери обесценивает, чтобы окончательно победить ее она докажет дочери, что без материнских советов и замечаний дочь не справится в жизни ни с чем, что она не состоится без матери. Мать делает себя практически божеством в глазах дочери и наступает момент, когда дочь начинает верить в свою беспомощность. И вот это самый страшный момент в судьбе женщины. Если она решается на побег от такой матери, то она бежит замуж за мужчину, который продолжает, старые добрые традиции, своей мамы подрывать в женщине веру в себя, обесценивая и уменьшая ее точно так же, как это делала ее мать, либо сама женщина предъявляет мужчине требования маленького ребенка, недолюбленного матерью. Еще один коварный маневр матерей, препятствующий сепарации девочки от матери. Мама постепенно «записывается» в дочери к собственной дочери. Такая мама не видит в дочери ребенка, а сразу нагружает ее взрослой ответственностью в том числе за свою жизнь и здоровье. Она вроде как лучшая подруга дочери. Но под этой маской подруги скрывается маленькая травмированная, недолюбленная дитя своей мамы, которая родила дочь и сделала ее собственной матерью. И такая женщина, удочеревшая собственную мать, будет привязана чувствами вины и страха потери к матери, и эта большая ловушка для девочки, из которой выбраться поможет лишь повышение здоровой агрессивности и построение опять же тех самых пресловутых границ с матерью. Как же сепарироваться женщине от матери? Почти так же, как и мужчине. Не нужно подаваться манипуляциям и чувству вины, которые мама внушает вам. Стройте с мамой границы, говорите слово «нет» и «стоп». Не позволяйте ей вторгаться в вашу семейную жизнь и влиять на ваши выборы и решения. Выйдите из конкурентных отношений с матерью. Поймите, что ваша мама, делая вас неуверенной и беспомощной, на самом деле хочет чувствовать себя значимой и нужной вам. Если получится у вас, стройте границы и грузите маму разными заданиями, чтобы она чувствовала свою важность и ценность для вас. К примеру, свяжи мне мама на зиму носки, забери из химчистки мое платье, да что угодно, главное чтобы вы мама не грузила вас и при этом была при деле, как говорится. И хвалите ее за ее помощь вам. Но ни в коем случае не давайте вторгаться в вашу взрослую жизнь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!